Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, шерьте в своих соцсетях. За все мы вам благодарны. Хотите поддержать молитвенно? Пожалуйста, финансово то же самое. Хотел обратить ваше внимание, что сейчас у нас зарегистрирован свой телеграм-канал «Взгляд с небесный». Подпишитесь также, чтобы быть в курсе всех новостей. И также мы создали два бота. Один будет посвящен Российской Евангельской Альянсной Среде. Зайдите, посмотрите, и я предлагаю вас к участию. Второй будет он новостной. Присылайте, пожалуйста, свои новости региональные, новости из других стран, что происходит в христианском мире и не только. И лучшие новости мы, конечно же, будем публиковать для всех наших зрителей, для всех наших участников, кто смотрит, слушает, читает. Благослови всех, Господь! А сегодня я хотел бы поговорить о нескольких новостях. Буквально две новости хотелось бы прокомментировать сегодня. Первая – это на одном государственном, скажем так, телеграм-канале выскочила новость о прогнозах Сбербанка России. Вы знаете, что с февраля, когда началась эта военная операция, очень много западных компаний ушло с нашего рынка. Очень много людей потеряли свою работу. Буквально в феврале на первых неделях я выступил и обратился к правительству Российской Федерации. Может быть, вспомните это видео, где я предполагал, что будут очень сложные времена для нашей страны. И предлагал правительству Российской Федерации сделать какие-то шаги для населения, для граждан Российской Федерации. Пока услышано не было, но давайте обратимся к прогнозам Центрального банка Российской Федерации. Я читаю, что Центробанк в своем докладе о денежно-кредитной политике прогнозирует апокалиптические последствия своего Центробанка, Центральный банк Российской Федерации и введенных западных санкций для российской экономики. В третьем квартале 2022 года, ну третий квартал уже скоро закончится в сентябре, мы увидим, насколько прогнозы оправдались. В общем, что Центробанк прогнозировал? По оценке Центробанка ВВП может рухнуть на 7,5-8%, а в четвертом квартале, то есть к декабрю, обвал составит 10-11%, что накопленным итогом выльется почти в 20% падения. Это пятая часть доходов страны. Это очень-очень-очень большие финансы. Четвертый квартал, если верить, станет худшим с 1994 года, превзойдя по масштабам дефолт 1998 и кризис 2008-2015-2016 годов. Мы уже с вами видим во всех регионах, и кто-то пишет, кто-то звонит, кто-то говорит о том, очень сложная экономическая ситуация, доходы падают, о чем опять же Центробанк говорит, что доходы населения сильно падают. Но мы сами с вами знаем, мы ходим в магазины, мы видим, как растут дико цены, и как мы с вами уже задумываемся, что нам купить, а что не стоит покупать, потому что сложно. Люди теряют работу, многие заводы закрываются, западные компании уходят. И вот на фоне этого мне хотелось бы еще одну новость тоже прокомментировать для вас. Это тоже на, скажем так, прокремлевском телеграм-канале выскочила такая новость, ее напечатали, ее перепечатали уже многие. Я ее зачитаю вам всю, потому что очень интересная и очень важная новость. Я читаю. Уход иностранных компаний явно не является жестом доброй воли. Покидающую Россию теряют миллиарды и плачут, но все равно уходят с рынка. Очевидно, что эта покидальческая компания очень-очень хорошо координируется с западными кубководами. Тем больше вопрос к тем, кого Запад решил оставить. Очень интересный заход они используют. Запад решил оставить. Например, южнокорейский Доширак. Почему компания никуда не собирается на фоне массового исхода бизнеса этой страны из России? Hyundai, Dave, LG и другие компании. Вот они ставят такой вопрос. По моему глубокому мнению, начинается охота на ведьм в нашей стране вслед за политиками, за лидерами несистемной оппозиции, за религиозными лидерами. Помните, как у Мюллера, когда пришли за теми «я молчал, потому что я не тот», за другими пришли и опять молчал, и за этими пришли. Вот приходят уже и за бизнесом и ставят такие вопросы, почему компания никуда не собирается уходить. Очень интересный вопрос. С одной стороны, люди теряют работу и нищают. Большой удар, конечно, по экономике нашей страны. Дальше считаю. Уж не от того ли, что концерт Палду, которому принадлежит российский Доширак, в 2021 году получил аккредитацию в качестве партнера Минобороны Кореи. Ну, пищевая компания, которая выпускает продукты. Мы тоже можем купить. Сейчас очень модно, везде продаются эти, я думаю, вы видели, сухпайки такие со знаком российской армии. И, конечно же, многие сельхозпредприятия, они работают с армией, в этом нет ничего странного. Но почему здесь ставят вот такой акцент именно на компанию Доширак? И что он получил аккредитацию в качестве партнера Минобороны Кореи? Ну, кто-то же должен кормить армию Кореи. На подумать. Сотрудничество ведется на базе НИИ. Значит, у лояльных штатов Минобороны Кореи есть полный доступ к биолабораториям Доширака. Почему я вот хотел заострить внимание именно на этой новости и прокомментировать? После всяких страшилок о нацистах, о фашистах, сейчас нам внедряют новую страшилку, потому что те уже, наверное, не действуют, новую страшилку о биолабораториях. Ее запустили в начале военной операции, войны на Украине. И сейчас ее опять запускают уже по поводу компаний, которые трудятся здесь у нас, в нашей стране, в России, и на которой работают наши граждане. Дальше читаю. И биолаборатории. Опять это страшное слово. Биолаборатории есть при каждом комбинате, при каждой, скажем, на каждом молокозаводе. Везде берутся какие-то биоданные, жирность измеряют, еще что-то. Это везде есть. Но вот сейчас в обиход вкидывают вот эту страшилку, пропаганда так работает, всегда нужно что-то, постоянно-постоянно поддерживать нас с вами в тонусе, чтобы запугивать. Вот биолаборатории, да. Кстати, южнокорейскую лапшу быстрого приготовления продают только в России, Белоруссии, Казахстане и Армении. Страны участники ОБКД. В Украине, Евросоюзе и США ее нет. Но это очень спорное утверждение. Кстати, я приготовил вам несколько пачечек лапши, чтобы вы посмотрели. Доширак. Всеми любимый доширак. Я взял сегодня специально, взял из говядины, взял острую лапшу. Не в целях рекламы, не подумайте, я делаю это. И взял вот такой сырный. Кстати, это мой любимый. Знаю, как спирологи скажут, все, все в биолаборатории подсадили епископа Альберта на свою лапшу. Вот, но изредка можно побаловаться, можно покушать что-то. Читаю дальше. Доширак активно работает и на идеологическом фронте. Сайт компании под видом корейской активно продвигает сомнительную кей-поп-культуру, которая превозносит размытие гендерных отличий между полами и гомосексуализмом. Молодежь наша знает, что такое кей-поп-культура. Это концерты, это певцы известные корейские. Они буквально, ну так скажем, хорошо стрельнули. Это культура, кей-поп-культура, она шагнула в США по всей планете. Да, ребята молодые, красивые. Иногда тяжело действительно различить мужчины или женщины. Но в Корее, те, кто знают, очень сильно развита индустрия пластической хирургии. Очень много молодежи, особенно последние годы, десятилетия, делает себе пластических операций. Выправляют или выпрямляют носы, глаза делают и все. Это уже как стала норма жизни в Южной Корее. Но здесь, видите, опять биолаборатории, культура вбрасывается. Известная поговорка, времен Холодной войны, хочешь победить врага, воспитай его детей, имеет корейское происхождение. Все больше и больше вопросов господину Хван Чжи Хо, директора Даширак Рос. Почему компанию оставили в России? С какой целью? Мне кажется, вот эта охота на ведьм, она разгонит и вытеснит из нашей страны те последние западные компании, которые еще работают, построили заводы, дали работу нашим гражданам. И кто знает, что у нас останется, какие заводы останутся. Я говорю потому, что очень хорошо знаю, у нас в Калужской области остановились все автомобильные заводы. Когда-то хвалились, но и нас предупреждали. Говорили, что Калуга это истед Детройт. И все знали, конечно, тот коллапс, который охватил Детройт и автомобильную индустрию в США. То же самое сейчас происходит у нас. Заводы остановились, тысячи, десятки тысяч людей оказались на улице, пока им выплачивают. Но сейчас говорят, что заводы будут закрываться. Будут закрываться. Конечно, депутаты нашей Госдумы какое-то ободрение вносят. Вы помните, в самом начале еще, когда заводы начали закрываться, один из депутатов по фамилии Толстой сказал, что вместо Вольфсвагена будут автомобиль Буратино выпускать. До Буратино не дошло еще ничего. Потом шли слухи, что китайцы его купят, еще кто-то выкупит. Но стоит ли так надеяться на Китай? Я не знаю, потому что доля российской экономики в Китайской всего лишь 2%. Китай работает и трудится на Западную Европу и на США. Это огромные деньги, которые именно там зарабатывают, не здесь, поверьте. Но почему, почему опять вот наш любимый деширак, да? Почему, почему вот сейчас именно в это время идет наезд на эту компанию? Охота на вень? Делайте выводы сами. Потому что в религиозной сфере мы уже видим, опять начали искать сектантов, доносы. Недавно позвонил пастор из одного областного центра. На них какая-то женщина накатала аж в администрацию президента письмо, где обвинила, что это корейско-американское. И там все, но придумывала секта адвентистов седьмого дня, вписала туда много. И я так подозреваю, что таких заявлений будет больше и больше. Мы читаем в новостях, как дети в школе на учителей пишут доносы, как мать пишет донос на своего сына за какую-то деятельность. К чему это приведет? Вот, но явно не к хорошему. Давайте будем следить за всем, что происходит в нашей стране. Давайте будем молиться и, конечно, делать выводы. Давайте смотреть на все пророческими глазами. Давайте читать Слово Божие и размышлять пророчески. Что это? Признаки какого времени? В чем мы живем? Не бойтесь размышлять, не бойтесь думать. Благослови вас всех, Господь! С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки. Поддержите нас молитвенно-финансово. За все благодарим вас. И, конечно, давайте вместе трудиться в российской евангельственной альянсной среде. Еще раз приглашаю вас. Зайдите, посмотрите. В конце этого ролика есть описание. Храни вас Бог. Субтитры сделал DimaTorzok